Всем привет, друзья! В эфире GetLens. Получается, чудо не случилось. То есть, несмотря на то, что во все эти замечательные камеры, даже те, которые стоят передо мной, они напичканы просто по самой байонет, всякими интеллектуальными системами автофокуса, системами наведения, которые прямо на матрице расположены, в результате чего они исключают всякий фронт-бэк-фокус. Это когда у нас обычно фокусируется не на самой модели, а либо до нее, либо после. То есть, ну, промахи бывают, да, техника все-таки ошибается. Вот, то народ, несмотря на все эти системы, народ как мазал по фокусу, так и мажет. То есть, ничего особо не поменялось. То есть, несмотря на то, что входной порог по фотографию снизился, по знаниям имеется в виду, то есть, сейчас не обязательно прям быть снайпером, чтобы прям снайперски попадать в глаз, либо еще что-то, что камера прям многое берет на себя, то есть, в том числе автофокус по глазам, это в ту сторону. Ну, как бы, получается так, что я буквально недавно в комментариях реабилитировал два объектива, потому что люди взяли, думали, там, 1.4 был, 1.2, и у них не получалось попадать в фокус на максимально открытый. Как говорится, если ты купил себе объектив f1.2, зачем снимать, допустим, не на f1.2? Вот, а у другого человека вообще телевик, у него даже на 5.6, на 8 он не мог попасть, у него какие-то фотографии получались смазанные. Дело тоже оказалось в настройках, так забегая вперед, и вот тоже пришлось немножко проконсультировать. Поэтому сегодня поговорим базовые настройки по автофокусу, что на что влияет, что такое грипп, то есть, ну, большая часть всего, это, наверное, все-таки прописные истины, да, и профессиональные профессионалы про них все знают. Только если вы, допустим, купили сейчас современную камеру, актуальную на данный момент, и не выбиваете 10 из 10, 90% это ошибка своего фотографа. То есть, 10% мы поставляем на именно косяки, про изборки, там, производственный брак и все остальное. Но для того, чтобы вот эти вот, быть уверены, что это у вас камера идеальная, то есть, мажете вы, вот мы сейчас в этом сегодня точно разберемся. То есть, поехали. Сперва предлагаю поговорить про систему фокусировки. То есть, есть вообще активный и пассивный. И вот в рамках камеры, если рассказывать, то я хотел рассказать про пассивный. Но вот ребята, которые сидят за камерами, решили, что про активный будет тоже вам интересно послушать, тем больше, что это интересно. То есть, что такое активная система? То есть, это когда у вас, допустим, камера, до этого тоже такие камеры были, посылает какое-то пространство, какой-то луч лазерный, допустим, либо еще что-то, анализирует и по этому отраженному лучу он составляет свою картину происходящего и, допустим, фокусирует. Вот, допустим, сейчас у меня Лена снимает на iPhone 14 Pro Max, вот лютый, который у нее есть. Так вот, там активная система фокусировки. Вот вы, наверное, замечали, да, что iPhone там хватает по лицам, там ведет, третчет, там, автофокус просто там молниеносный. Так правильно, у него лидар стоит, то есть, там вот маленькая такая штучка, прям рядом с камерами, он фигачит в пространство, сейчас он меня полностью срисовал, то есть, какую-нибудь 3D-модель мою условно нарисовал, нашел мои глаза, собственно, и их и ведет. То есть, очень удобно. Так вот, это активная система. Фотографии, это, наверное, самый такой яркий пример, это вот, когда вы со вспышкой снимаете, с родной, да, у которой есть ИК-подсветка, там такая сеточка получается. И вот он по этому отраженному сигналу и фокусируется в полной темноте, и это прям действительно классно, то есть, в темноте все работает хорошо. Вот это та самая система, когда вот начали выходить всякие кодексы, и которые, допустим, многие фотографы не досчитались, хотя вспышки были классные. Это, что называется, активных систем. А вот, во все то, что я хотел рассказать, это пассивный. То есть, допустим, все наши камеры, тоже R, допустим, 780 Nikon, они ориентируются именно по тому свету, который попал в камеру. То есть, это пассивная система. То есть, вот сколько света пришло, они что-то подумали, решили, и вот дальше уже идет. И вот из этих вот, из пассивных систем, есть две системы фокусировки. И вот если вы снимаете на зеркалочку, вот, допустим, Nikon 780, здесь не просто так стоит, если эта зеркалочка у вас умеет работать в Live View, то у вас там внутри не одна система фокусировки, а сразу две. То есть, когда вы снимаете через видоискатель, вот прям, ну, да, странно показал, без объектива, тем не менее. Вот, у вас работает фазовая система фокусировки. Это, наверное, самый быстрый автофокус, который есть на данный момент. Система довольно-таки старая, в этом году уже 43 года исправляете, будем показывать. И именно благодаря ей, именно, стали возможны съемки спорта, там, автомобильного, в общем, всего, чего очень быстро движется. То есть, со всеми остальными системами вы такого не сможете. Как это работает? То есть, вот, с основным зеркалом, сейчас вот крупно покажем, чтобы было понятно. То есть, то, которое формирует изображение видоискателя, благодаря которому хоть что-то вот именно видоискателя видно. Есть еще одно зеркало, полупрозрачное, которое отражает часть света. И прежде чем допустить вот этот свет на датчики фокусировки, вот те точки фокуса, которые вы видите в видоискателе, это и есть датчики фокусировки. Так вот, этот луч делится на два. Так вот, если они приходят вместе на эталонном друг от друга расстояние, то вы в фокус попали, ничего менять не нужно. Если один луч, допустим, задержался, либо второй пришел к коже, и расстояние не совпадает с эталонным, то есть, система в паре с процессором начинает терзать линзы объектива, отбиваясь от этого эталонного расстояния. То есть, звучит, понимаю, страшно. То есть, я пытался максимально просто это все объяснить. Но фишка в том, что вы это вообще не замечаете. Весь процесс происходит в какие-то считанные секунды. То есть, и вот благодаря именно фазовому автофокусу, до сих пор снимается все, что быстро летит, прыгает, движется. В общем, все, что самое быстрое, только фазовый автофокус может снять. То есть, есть недостатки, разумеется, то есть, вот эта система требует настройки и юстировки, причем в паре с объективом. Если система сбивается, допустим, вы там где-то уронили, либо, допустим, со временем бывает тоже такое, то есть, у вас появляются наши фронт и бэк фокус, когда у вас фокус считает, что он сфокусировался, на самом деле он сфокусировался до модели, либо после. Включая Live View на зеркалке, у нас получается контрастная система автофокуса. Тут уже камера анализирует картинку по гистограмме, пытается добиться максимального контраста, максимальную контрастную картинку. То есть, вот, навелась, сверилась, контрастно или нет. Если контрастно, думает, а можно сделать еще лучше, и, допустим, пробует еще. И тут вот два варианта. Если стало лучше, он пробует сделать еще, и так, пока максимальный контраст не будет достигнут. Стало хуже, откатывается назад, и проводит все те же самые манипуляции, только другую сторону. То есть, сами понимаете, по описанию, да, что процесс затягивается. То есть, автофокус не самый быстрый. То есть, бегущих людей, допустим, ему не поймать, зато вот те, кто стоит, у нас кто-то упал. Те, кто... Господи, что произошло? Там что-то происходит на верхнем этаже. Короче, вот те, кто там лежит, вот автофокус контрастный точно сфотографирует. Если побегут, нет. То есть, но за счет того, что система находится на матрице, во-первых, получается максимально точно всех сфотографировать. Те, кто, допустим, находится... Любую недвижимость, короче, можно максимально точно сфотографировать. Кроме того, то есть, за счет того, что он находится на матрице, можете выбрать любую точку автофокуса на экранчике, да, не только те, которые у вас предлагают видоискатели. То есть, свои плюсы и свои минусы тоже есть. Кстати, собственно, именно поэтому у многих были такие ситуации, когда вот вы, допустим, купили какой-то объектив, он вас безбожно мажет через видоискатель, зато вот включаете Live View, и вы везде точно попадаете. У кого бывало? Напишите в комментариях. Через какое-то время появился гибридный автофокус, то есть, когда фазовые датчики фокусировки переехали непосредственно на матрицу. Их там десятки, и работа теперь происходит по такому принципу. То есть, фазовые датчики определяют примерное расположение объекта, то есть, вот там вот, допустим, сидит Кирилл. А seinen контрастный датчик подключается в конце и доводит фокус до идеала. То есть, из плюсов, что у нас получается? То есть, гистеровка теперь не нужна, все происходит непосредственно на матрице. Но теперь, допустим, следящий автофокус не такой шустрый, чем, допустим, как он был фазовым, когда там работал через полупрозрачное зеркало. То есть тоже такой с компромиссами. С другой стороны, именно гибридный прижился у большинства фотографов, потому что он просто удобнее, не требует каких-то дополнительных телодвижений, для того, чтобы камера работала так, как надо. Но среди всего вот этого многообразия, да, отдельно хочется отметить технологию Canon Dual Pixel. Я, как кенонист, конечно, не могу пройти мимо, вам про нее не рассказать. То есть в чем смысл? Уже после появления гибридного автофокуса, который сочетал себе скорость фазового и точность контрастного, то есть кто-то в Canon решил, что все-таки это не предел. То есть, ну, были все-таки косяки, там, он не так быстро наводился, там, может быть, не так точно, да, тупил, то есть потупливал, то есть хотел сделать лучше. В итоге инженерам дали задание, то есть разработать систему пободрее. Те, в свою очередь, подумали, что можно изменить и решили, что такие затупы происходят потому, что на матрице среди пикселей есть разделение обязанностей. То есть какие-то отвечают за автофокус, какие-то за именно формирование изображения. И, ребята, не придумали ничего лучше, чем каждый пиксель на матрице строить сразу два фотодиода. То есть один отвечал за фокусировку, второй за обработку изображения. В итоге автофокус стал быстрее, а именно качество обработки изображения, оно никак в худшую сторону не поменялось. То есть и решили, что получилось классно, но решили сперва проверить. И в качестве эксперимента в 2013 году эту систему поставили в не самую передовую камеру Canon 70D. То есть, кромка сейчас, да, понимаете? Естественно, она на контрасте с теми остальным, что было на рынке, произвела фурор. Canon решили, что обкатка прошла удачно и стала потихоньку внедрять его во все остальные камеры. То есть фишка в чем? Система действительно, наверное, в данном случае это самая совершенная система автофокуса на сегодняшний момент, наверное, на момент записи. Возможно, там уже есть что-то думают уже. Но в данном случае мы пользуемся именно вот ей и прям снимаем счастье. И главная фишка в том, что это не привели каких-то старших тушек, вот какой-нибудь R3, допустим, у Canon, либо еще что-то. То есть она как была, вот в 70D, ее постепенно стали засовывать действительно не самые топовые камеры, не самые передовые. То есть вот тоже самое 70D, она сейчас стоит в районе 30 тысяч. Там этот автофокус есть. Это, правда, было первое поколение, сейчас уже есть второе поколение, он там быстрее, там самый... Самый быстрый на Диком Западе. Да. Вот, самый... О, господи. Самый быстрый на Диком Западе. Тем не менее, то есть даже с ним вот в первом поколении, вот в Canon R, это там первое поколение стоит, я, честно, вот не испытываю каких-то страданий по поводу того, что он как-то плохо находит. Второе, конечно, быстрее, тут спорить глупо, но даже первый лютый просто классный автофокус, с которым хочется снимать. Итак, а теперь перейдем непосредственно к теме, как же все-таки попадать в фокус. Потому что у кого-то, допустим, вот покупает человек объектив 51.4, и вообще не может попасть, говорит, не рабочая диафрагма, попасть не могу, мыло лютое, пора продавать. А кто-то берет себе, допустим, это же 1.4, или, допустим, даже еще больше, 1.2, какой-нибудь 85 или полтинник, да, вот Canon, или вот у Nikon теперь тоже вышел, и прям спокойно снимает и на 1.2, и на 1.4, и все у него в резкости, и все хорошо. То есть почему так получается? Все дело, ребята, в грипп, то есть надо в нее попадать. То есть это та область, в которой обязательно должна попасть модель, чтобы быть в фокусе. Я думаю, уже все знают, что грипп, допустим, зависит от первой, от диафрагмы. То есть чем шире ты ее откроешь, тем грипп получается меньше, то есть получается красивое размытие фона, но тут прям надо стараться попасть, потому что грипп получается маленькой. Либо мы закрываем диафрагму, допустим, каким-нибудь 5.6, 8, 10 и так далее, и у вас получается резкость больше, потому что грипп получается шире. То есть можно легче попасть в фокус. Это мы уже обсуждали по поводу фокус-стейкинга, то есть это уже, я думаю, вопросов не вызывает. Второе. Грипп зависит от фокусного расстояния. Тут, я думаю, тоже все понятно. Чем больше фокусное, то есть там 50, 85, 100, 135, 105 и так далее, 300, то есть получается, так, шутка стала, про 300 не надо. Так вот, чем больше фокусное, тем получается грипп тоже уменьшается. То есть чем, допустим, шире фокусное, там 35, 24, то в грипп попасть проще, потому что грипп просто шире. Это, я думаю, тоже вопросов не возникает. Но вот то, что есть третий параметр, это дистанция, на которую вы будете фотографировать свою модель. Тут почему-то многие об этом не задумываются, что-то закономерно страдают. Ну, на примере. Допустим, тривиальный полтинник на 1,4 имеет, допустим, расстояние метра, имеет грипп что-то в районе, наверное, 4 сантиметров. И вот тут, ребят, ну, естественно, ни о каких крупных портретах, допустим, ну, речи не идет. Там, как бы, вот, особенно групповых, да, там, в одиночном попасть в глаз бы, да, хоть как-то. И то, даже если вы в один глаз попадете, второй будет в нерезкость. Вот стандартная проблема всех новичков и фотографов. Ну, я думаю, вы все с этим сталкивались. Вот. Но если отойти, допустим, на 5-6 метров, тут уже, в принципе, грипп получается нормальный. Можно снять уже поясной портрет, там, даже в полный рост. И даже, допустим, пару людей, если их рядом друг с другом поставить. То есть тут никаких проблем. Снимайте хоть на 1,4. Просто вы, получается, дистанцией регулируете именно размер, зон резкости. С 85-кой, например, тоже вот 1,2, да. Ну, на 1,2 сейчас, наверное, вам прям сразу не скажу. На 2, допустим, там, по-моему, что-то в районе... Сейчас-то, если я посмотрю, что-то вроде 1 сантиметра. То есть там попку муравья снять получится. Согласен, да. Ну, опять же, никаких крупных портретов тоже не предусмотрено. Ну, и даже, наверное, не крупно, там, поясные тоже там. Надо прям постараться снять. Вот. Опять же, отойдете на 5-6 метров. Там уже сантиметров где-то... Сейчас сколько вы это показываете? 63 сантиметра. 6 метров на 85-ку. И тут уже, пожалуйста. То есть хоть поясной, хоть крупный, хоть, допустим, даже. Если дальше отойдете, полный рост снимай на 85-ку. Никаких проблем нет. Попадете точно. Управляете не двумя параметрами, да. Как вы знаете, что открыли диафрагму, у вас такая гриппа. Закрыли диафрагму, такая гриппа, да. То есть, а как вот при осознанном подходе фокусного значения диафрагмы, дистанции фокусировки, как вот меняется. И все объективы, которые у вас, допустим, не работали до этого. Я вот уверен, сними вы их вот по этим рекомендациям, то, что я вам рассказал сейчас. Он начнет попадать. То есть, если прям совсем там не сбитая оптическая ось, или прям реально какой-то есть косяк в оптической схеме, то я уверен, что это будет полностью рабочая, открытая диафрагма. То есть, попробуйте. Там напишите в комментариях, получилось у вас или нет. Опять же, вот, живой пример. Вот мы недавно записали ролик по фокус-стекингу, да. То есть, ну, говорили, можно просто закрыть диафрагму, да. То есть, правильно, если вот вы, допустим, будете снимать, вот, вот, стоит камера, вот, я хочу ее снять, допустим, 780-ю, я вот на 2.4 ее вот так поставлю, она будет полностью в кадре, конечно, она будет в фокусе, я в нее попаду. А если вот вы на 105 вот так вот выкрутите, вот так вот вблизи, чтобы можно было детали рассмотреть, конечно, у вас будет только вот, допустим, экранчик и кнопочки фокусе, а все остальное идет в раз фокус, потому что, ну, грипп уменьшился, вот у вас дистанция фокусировки, чувствуете, как меняется, и фокусная. То есть, поэтому там уже, наверное, если вот прям хотите точно увидеть детали, и все детали, которые вы будете снимать, то тут без фокус-стекинга не обойтись. А если вам нужна просто камера, да ради бога, подальше отойдите, бахните, она у вас будет в фокусе, никаких проблем с этим тоже не будет. Ладно, с грипп разобрались, да, то есть, модель должна попасть именно в область для того, чтобы быть в резкости. Так вот, а как попасть в эту резкость? Логичный ответ – показать фотоаппарату, где нужно фокусироваться. То есть, даже если вы купили какой-нибудь супер навороченный фотоаппарат, типа, допустим, как у нас, Airco, да, или, например, еще навороченный, вы можете себе позволить, почему нет? То есть, вам по-любому нужно показать, куда ему наводиться. То есть, даже если вы используете автофокус по глазам, вам по-любому придется это лицо предъявить. То, что, либо, допустим, надеяться, что он найдет это лицо, если, допустим, в кадре у вас одно, то, в принципе, нормально. А если лиц несколько, то, скорее всего, не факт, что он выберет то, которое вам нужно. То есть, у меня, допустим, с моим фотоаппаратом не всегда совпадают, допустим, вкусы. То есть, ему почему-то нравятся другие лица, не знаю. Не суть. Вечка в чем? Вот, я думаю, если вы в настройки заходили, то наверняка видели, что там вот в методе автофокуса, кроме вот нашего вожделенного слежения по глазам и по лицам, есть еще несколько, которые мало кто знает и мало кто пользует. То есть, вот с ними тоже надо подружиться. То есть, вот первый, допустим, самый логичный, это автофокус по одной точке. То есть, максимальный контроль над фокусом. Вот куда поставите точку, то есть, туда наведете, сделаете точный камер. То есть, идеальный вариант для того, чтобы снимать спокойных людей, какими-нибудь пейзажами, да, тут же сами контролируете. И, допустим, когда вы снимаете на объективы какой-нибудь широкой диафрагмы 1.2, 1.4. Потому что мы только что разобрали, да, вот если в близкого расстояния особенно. Там шаг вправо, шаг влево, все, Акела промахнулся. Нам этого не надо. То есть, автоматика не всегда может нормально сработать. Опять тут стучит. Ну, не суть. Идем дальше. Так, дальше есть именно динамический автофокус с расширением области. То есть, тут как в сказке. Одну ягодку беру, другую примечаю. То есть, он также фокусируется по точке. Вы сами в камере указываете, какой точке нужно фокусироваться. Но он держит память, что вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, допустим. То есть, есть что-то такое, что, возможно, тоже надо будет отслеживать. То есть, и тут еще такой момент, чем точек больше, тем, допустим, именно точность автофокуса у вас чуть-чуть снижается. То есть, вы, конечно, успеете. Если вы снимаете статичную модель, допустим, Лена сейчас сидит на стуле за камерой. Я, допустим, на нее наведусь. Вот так вот. Но если вдруг она побежит, я успею ее сфотографировать, допустим, в момент побега. Но чем больше точек будет, то есть именно сам автофокус, если она начнет двигаться, будет менее точной. То есть это тоже держите в памяти. Дальше у нас идет области, то есть тут уже карт-бланш автофокуса, тут сами выбираете область, в которой автофокус сам выбирает, сколько ему точек использовать, где, как и чего делать. То есть тут он сам за вас решает. Тут, с одной стороны, это удобно, с другой стороны, ребят, ну проявите характер, выберите сами, покажите камере, куда ему фокусироваться, не оставляйте, на автоматике. Ну и с нами всеми любимые слежения, это по лицам, автофокусам, то есть тут 3D-слежение, тут уже подключается интеллектуальная система, и по большому счету, если вообще ему ничего не указывать, допустим, не регистрировать лица, допустим, и опять же не начинать с начальной точки показывать, что он будет делать, он будет выбирать ту, где поконтрастнее, поярче, допустим, поцентральнее, то есть, а это не всегда, допустим, то, что хотите вы снимать. Допустим, вот снимаете вы какой-нибудь объемный кадр, как мы показывали вам, допустим, как снять объемный кадр, у вас на переднем плане обязательно что-то должно быть. Если это не предмет, какой-нибудь человек, вы снимаете, допустим, либо свадебный какой-то репортаж, либо еще что-то, то вполне возможно камере придется показать, что вы хотите на того человека, который на заднем плане фокусироваться, а не на того, который на переднем. То есть, и вот тут эта автоматика в этом плане тоже может вас иногда подводить, поэтому все-таки, ребята, берите управление фокусом в свои руки, то есть, слежение, оно, конечно, очень удобно, оно расхолаживает, оно спрощает многие грехи, допустим, и не требует лишних знаний, вот просто включил, допустим, мордочку, да, вот так вот, и пошел снимать в счастье. Вот, но все-таки надо вот иметь в виду, что для получения максимально точного результата по фокусу нужно использовать все настройки, а не только какую-то одну. Итак, с методами фокусировки разобрались, а вот теперь, ребята, на скидку, да, что у вас стоит в настройках? Приоритет спуска или приоритет фокусировки, да, вот? Напишите мне в комментариях, да, вот для того, кто сейчас только что застыл таким серьезным выражением лица, ну, так, на всякий случай, поясняю. Вот дальше в настройках, если пройти чуть дальше, допустим, вот именно метод автофокуса, который у нас фокусируется по лицу, есть такая штука, как приоритет спуска при покадровом автофокусе, то есть приоритет сфокусировки и приоритет спуска. То есть что это значит? То есть когда у вас стоит приоритет сфокусировки, то есть камере главное сфокусироваться, пока она не сфокусировалась, то есть пока у вас объект не в фокусе, хоть обнажимайся на спуск, ему будет пофиг, то есть вот сфокусировался, тогда будет кадр, до этого кадра он не сделает. А вот если поставить на спуск, то камере вообще пофиг на фокусировку, ему все равно главное сделать кадр, а в фокусе объект не в фокусе, и это дело десятое. И вот тут я вначале, помните, вам рассказывал, что недавно помог товарищу полюбить свой объектив заново, который он себе купил, считал, что он безбожно мажет и не работает. Так вот, он у нас покупал камеру БУ, и еще выяснилось, видимо, кто-то до него, либо он сам, не знаю, не сбросил настройки и поставил, вот у него стоял приоритет спуска. То есть он снимает, думает, что сфокусировался, камера так не думает, и главное сделать кадр, в итоге вот его, допустим, желания не совпадают с желаниями камеры. Ну, конфуз получился, то есть пока вот я действительно не показал, куда можно это дело поставить, товарищ очень расстраивался. Потом ушел такой довольный, сказал, что типа, все здорово, спасибо, не знал. Вот для того, чтобы вы все знали, то есть фишка в чем, настройки вещь непостоянная, то есть по идее в многих камерах стоит защита от дурака, то есть при покадровой фокусировке у него вроде как всегда стоит приоритет фокусировки, допустим, заставить слежение, допустим, той же мордочки, у него, допустим, по идее не отключается это дело, но все-таки всегда лучше проверять, то есть возможно стоит приоритет спуска. И получается, что если вы, допустим, даже используете автофокус следящий по глазам, то есть не факт, что у вас в данном случае глаз получился в фокусе, то есть проверяете это. Большому счету, еще раз повторюсь, на всех камерах, по идее, там есть защита, то есть обычно всегда стоит приоритет фокусировки, Но лучше лишний раз проверить, чтобы не ошибиться. Ну что ж, ребят, я уверен, что вот этих вот знаний, которые я только что-то быстренько накидал, вполне достаточно, чтобы выбивать 10 из 10 на любой камере, особенно беззеркальной. То есть, повторюсь, если вы так не делаете, у вас, допустим, бывают промахи, то 90% что это ваш косяк. Вы неправильно выбрали какую-нибудь настройку, либо неправильно рассчитали, допустим, вот фокусный гриб, да, для того, чтобы все правильно попало в цель. То есть, вот 10% оставляем на производственный брак, либо, допустим, что камера или объектив функционируют неправильно. И так производитель планировал. То есть, ну, в основном, то есть, если вы все выставили идеально, то есть, учли приоритеты, выставили в правильный режим, то есть, либо точечный, либо следящий, там, ну, как пойдет, либо динамический, да, и точно рассчитали, на каком расстоянии при таком фокусном диафрагме нужно выставить модель, чтобы точно попасть в резкость, конечно, у вас все получится. То есть, я вам дал, как бы, все оружие, воюйте. Ну, если какие-то вопросы-таки возникнут, пишите в комментариях, отвечу в частном порядке, как всегда. Вы знаете, под своими роликами я своего личного аккаунта всегда выступаю, там, такие вот простыни мы обсуждаем, все-таки переходим к истине. Всем пока, ребята, удачи. Всем пока! Пока! Опачки! Я думаю, блин, ты мемов... Это было капец громко, мне лучше. Мемов с меня нарежешь немерено, короче, ладно. Опоссум, это нечестный опоссум, мне снится сегодня будет. Немного я в опоссумах. Инакомыслей не было, меня даже навтыкали за это слово. Пришли на эталонах друг от друга расстояния, друг от друга... Жуть. А вам это будет снится ночью. В дверь постучали два раза. Одна четвертая свинога, подумал Штирли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!